посмотрите на объявление возьмите конкретно автомобили которым 10 лет там пускай неважно какую вот выберите там chevrolet oveo и посмотрите да у всех практически пробег как под копирку 120 150 120 150 вы можете посмотреть да за 150 тысяч есть мелкое мелкое посещение на крыльях так как мы автомобиль трассовый в основном самый кайф получаешь удовольствие от вождения именно когда ты едешь по трассе запомните хорошая машина всегда будет стоить денег за дешево никто вам не отдаст хорошую машину привет привет друзья подписчики я так смотрю по статистике по динамике своих видео вот влоги почему-то начали заходить реально начали смотреть их очень внимательно и писать комментарии почему внимательно потому что несмотря на длительность самого видео в комментариях я ощущаю прям то что люди их смотрят до конца и это круто вот поэтому сразу говорю нажмите наверно на паузу пойдите сделайте себе чайку если вы за компьютером либо кофе и видео будет длинным смотрите народ сразу поставьте лайк потому что сто процентов это видео заслужит ваше внимание и лайк конкретно поговорим с вами я хочу в этом видео вас научить не просто так я буду это рассказывать что то снимать я вас действительно хочу научить поэтому смотрите максимально будьте внимательны и не пропускайте мелочевку потому что из этих вот мелких нюансов детали строится общая картина во всем абсолютно и везде так сегодня мы с вами поговорим о пробеге это очень будет интересно почему потому что я сужу все знают чем я занимаюсь да те кто меня смотрят я занимаюсь автоподбором кто видит первый раз меня поэтому то что я стыкаюсь с разными автомобилями на разных этапах конкретно жизни любого автомобиля и вижу эти машины с разными пробегами начиная вот только канана выезжает салона заканчивая когда у машин пробеги там 500 600 800 тысяч у меня есть такие клиенты которые ездят и счастливые все хорошо поэтому кому как не мне понимать как минимум как вы любите по косвенным признакам как вообще должна выглядеть машина на конкретном пробеге вот почему это важно пробег потому что очень много ну конкретно вот эта вся тема я вот эту демагогию сейчас развожу потому что практически каждый практически я подчеркиваю не каждый практически каждый человек из моих клиентов когда он хочет когда пишет какие-то определенные критерии для поиска для нашей работы поиска автомобиля все почему-то из этих вот не всех а выбранных выборочных людей хотят маленький пробег это условие диктует и рынок то есть если вы посмотрите зайдите на тоже автория посмотрите на объявление возьмите конкретно автомобили которым 10 лет там пускай неважно какую вот выберите там chevrolet авиа и посмотрите да у всех практически пробег как под копирку 120 150 120 150 ни у кого нету 300 400 500 это что получается эти машины столько не проезжают ну плохие значит машины до или как нет на самом деле условия условия вот это вот пробега диктует сам покупатель и большинство продавцов которые недобросовестные перекупщики которые на этом зарабатывают это их не хлеб взять машину с пробегом 300 сделать там 150 это же святейшие и на этом заработать продать вот они берут и скручивают этот пробег то есть по факту на самом деле большинство тех машин которые вы видите с пробегом 150 на них уже за 250 это я вам говорю реально как она есть вот почему скручивают да потому чтобы люди ну типа не боялись многие люди боятся этого пробега к чему все это я подвожу плавно к тому что в корень неправильно я хочу чтобы вы те кто меня смотрят обучились обучались чему-то и своих людей окружение свое как минимум вот прокачали которые гонятся за пробегом в корень неправильно еще раз когда люди выбирают б у подчеркиваю б у автомобиль и смотрят на три они покупают машину цифрами смотрят на три вещи первое это стоимость автомобиля 2 это год и третий это пробег вот три вот этих вот вещи это вообще это да конечно же в комплексе все каждая из этих вещей каждый из этих пунктов должен присутствовать в комплексе но по сути когда вы берете был автомобиль никто об этом не думает никто почему-то об этом не говорит умные люди это и так знают но я доношу это всем в массу чтобы те люди которые думали так как я до этого рассказал они тоже поменяли свое мнение первое на что нужно смотреть всегда при покупке был автомобиля то исключительно и только его состояние ребят состояние я в комплексе и в комплексе уже должна приз должны присутствовать те пункты как пробег там допустим год выпуск автомобиля и стоимость естественно вот но это все должно присутствовать в комплексе они так что вот типа пробег 120 год там 2010 цена сладкая все забираю это в корень неправильно так покупать был автомобиль потому что по итогу вы можете попасть на хорошее вложение как минимум после покупки машины четверть суммы можете туда пожертвовать вот это абсолютно ну абсолютно то есть и от этого никто не застрахован если вы в этом не разбираетесь я не навязываю сейчас что идите в автоподбор пускай вам люди ищут вы за это платите деньги нет вы должны в себе переломать вот этот момент пробега вот я сейчас на примере своей машины хочу вам объяснить вот я сижу в автомобиле с пробегом 150 тысяч родной пробег абсолютно то есть машина вся без исключения абсолютно в родном окрасе кроме пластика то есть передний бампер задний бампер и так называемая листва но это на внедорожниках но здесь она выглядит как листва молдинги дверные они потому что широкие вот пластиковые накладки они красились но это пластик то есть это не есть плохо и все люди которые понимают они должны знать что покупая был автомобиль если крашеный бампер 12 то можно сказать что это ничего не крашена потому что это пластик бампер это такая штука которая получает особенно передней все на себя весь удар все зло окружающей среды камни все то есть поэтому это не есть плохо это не есть беда особенно когда автомобилю как моему 2008 год на данный момент ему уже 11 лет пошел двенадцатый год вот то есть 150 тысяч пробег родного машина не крашеная это 3 литра дизель подчеркну это в дальнейшем я объясню почему это подчеркну 3 литра дизель 2008 год 150 тысяч пробег по автомобилю ничего не перетягивалось то есть абсолютно все родное то есть родная обшивка родное родные сиденья кожа никто ничего не перешивал вот прям вообще ну вот все родное состояние но я вам сейчас покажу так подробностях то есть я вот специально даже для этого достал телефон свой на iphone поснимал в макро потому что камера на которой я снимаю сейчас бог вот она макро вам не передаст эту картинку чтобы вы просто для себя понимали вот как выглядит автомобиль на такой пробег смотрите я заглушил чтобы не палить знаете в чем прикол восьмой я в своих видео рассказывал вот послушайте слышите да дует несмотря то что машина заглушена дует потому что в люке встроена солнечная батарея но не во всех комплектациях а 8 кузове d3 это было я немножко забегу наперед это на чипе автомобиль 300 30 сил стейч-1 с вырезанным сажевым фильтром с прошитыми мозгами вот 500 крутящего то есть она едет это quattro 8 а 8 были quattro только вот в кузове d3 других не существовало поэтому кому интересно более подробно узнать будет отзыв владельца вы главное подпишитесь на этот канал и там я все вам максимум расскажу про эту машину абсолютно не как человек который взял покататься на недельку а как реальный владелец который на ней ездит и действительно про эту машину знаю все расскажу стоимость содержания стоимость обслуживания по поводу запчастей по поводу всех этих нюансов всю информацию вам подам на блюдечке но это было небольшое лирическое отступление давайте покажу как она выглядит давайте начнем с кузова да смотрите по автомобилю ничего не красилась я могу вам толщиномером показать он у меня всегда с собой пару раз пару раз клацну полностью вся машина абсолютно вся из алюминия в проемах аналогично алюминий то есть магнитом если вы будете пытаться что-то прозвонить у вас ничего не получится вот так вот вы можете посмотреть да за сто пятьдесят тысяч есть мелкое мелкое посещение на крыльях так как мы автомобиль трассовый в основном самый кайф получаешь удовольствие от вождения именно когда ты едешь по трассе на больших скоростях машина едет для нее 200 это вот крейсерская скорость абсолютно нормально по ощущениям как от нова нас едешь 90 то же самое да кстати это не интеграция рекламы заправочной станции ока потому что я на таких заправках не заправляюсь это честно я нашели заправлять но это не реклама шелла просто здесь было удобно стать хотя топливо неплохое наука тоже так вот она выглядит да то есть вы должны понимать что абсолютно каких-то моментов по кузову в плане коррозии это можете забыть потому что этого нет автомобиль который алюминиевый да он окисляется я видел уже 8 которые окислялись но это совсем не ухоженная машина такой вот багажник видите ничего не я к чему это все показываю давайте вернемся обратном разговоре к тому чтобы вы понимали что вот 150 тысяч пробега вот как она выглядит не я не буду прибором проходить я пройдусь прибором когда мы будем снимать отзывы владельца я вам подробно покажу можете мне на слово поверить то что по автомобилю действительно ничего не красилась и ничего не менялась все родное давайте салон вам покажу обратите внимание задний диван состояние я просто на моечку заехал и и сповознул чтобы она красивая была в кадре вот есть небольшое повреждение на сиденье маленькая все вот в потолочек кому интересно дверная карта все работает абсолютно все нажимается ничего не поломано в машине каждая кнопочка работает абсолютно ничего не затерлась видите водительская ставим напоследок то же самое самое обычно заюзанное такое капот откроем тоже покажем чтобы вы для себя имели какое-то представление вот машина с пробегом 150 тысяч вот обратите внимание телефон мы его выключим 3 литра дизель как я говорил на чипе машина валит на реально едет пассажирская обратите внимание на каждую мелочь я это показывают для того чтобы вы понимали для себя вот пробег 150 тысяч ну вот есть мелкие мелкие царапки видите если присмотреться они видны логично здесь все открывается память сиденье но это уже в отзыве владельца мы это не будем вам сейчас рассказывать мы сейчас просто вам покажем состояние состояние автомобиля давайте откроем те двери чтобы солнце проникало лучше было видно водительская обратите внимание вот видите есть тоже маленькие царапки вот здесь вот в макро можете посмотреть здесь тоже все в порядке ничего не кончены обратите внимание педали немножко тормоз подтерся вот в этой части если присмотреться сниму вам специально коврик чтобы увидели что там нету дыр ничего зацените водительское сиденье видите она без дырок без чего-либо смотрите в макро ведь я вам специально поближе все это снял руль кому интересно вот вам руль в макро каждую кнопочку все это вам показал а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот часть Обратите внимание, обычно на пробегах больших Вот это все вытирается, все вот эти кнопочки на климате Вот здесь, вот тоже в макро вставишь Видите, вот эта кнопочка немножко подтерлась Следующий трек И вот это в меню, вот эта вот часть немножко подтерлась Пассажирская, давайте вам покажу Вот пассажирское сидение Поближе вам специально тоже снял, чтобы вы вот это все увидели максимально близко Вот в макро, смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Видели состояние автомобиля А теперь смотрим дальше Видно все, да? Видите? 423 969 Вы сейчас скажете И что? Я видел такие машины с пробегом 600-700 в таком же состоянии Ребят, к чему все это было? Реальный пробег на машине 423 969 километров Для чего я сказал? Акцентирую внимание 3 литра дизель Ребят, все автомобили, которые дизеля Это не бензин Изучите для себя матчасть Я не буду тут рассказывать, чем отличается Как сгорает топливо дизельный двигатель внутреннего сгорания Как сгорает там обычный двигатель внутреннего сгорания Который работает на бензиновом топливе Чем они отличаются Там из-за сжатия, там из-за воспламенения Я не буду это вам все рассказывать Есть это в интернете Можно это все пересмотреть миллион раз Я к тому, что Ребят, те люди, которые изначально берут себе дизельные автомобили Они их берут для того, чтобы ездить Вы хотя бы ознакомьтесь на нашем канале Автоселл ТВ Там, где вы сейчас это видео смотрите Те X5, 3 литра дизель Те Porsche Cayenne, которые 3 литра дизель Range Rover 4, 4 дизель Вся эта фигня с пробегом машины 2011-2012 год Уже в районе 200, честным 150, там, 180 Не может быть автомобиль 2008 года с пробегом 150 Да, может, но эта машина продаваться не будет А если и будет, то не через интернет Такие машины среди своих Особенно такого формата, как я сейчас сижу То есть, такие машины, они не попадают в интернет А если попадают, то кто из вас возьмет машину с пробегом 423 тысячи? А ну, напишите комментарий Вот кто из вас сможет сделать так, как я, вот, например Машина с пробегом 423 тысячи? До половины из вас напишут в комментариях сейчас До машины с таким пробегом Это конченые трупы Это дрова То, что ты снял свою машину Показываешь, это исключение Это один автомобиль из тысячи Потому что, да, за ним следили Потому что ты, там, у тебя есть деньги До тебя тоже владельцы не за последние эти машины покупали И вы следите И потому она в таком состоянии Ребят, я на самом деле скажу Да, и вы будете правы Действительно, такая машина с таким пробегом Там одна может быть из двух тысяч Из тысячи, может быть, даже больше В таком состоянии Да, потому что за ней следили Да, потому что здесь износостойкость другая салонов Да, потому что это премиум сегмент Это F-класс Это даже не бизнес-класс Это представительский класс То есть здесь все по-другому Здесь натуральное дерево Здесь, потому как бы, да Машины с пробегом могут быть, там, 500-600 тысяч И по факту в лучшем состоянии, чем, там, обычный, там, С Либо, там, либо B-класс, там, с пробегом 150 Или тех же 100, даже тысяч Но, ребят Я к чему все это подвожу плавно? К тому, что вы смотрите на состояние Поверьте мне, моему опыту Я с Вадимом лично видел машины Которые с пробегом до 100 А любая машина с пробегом до 100 Любая машина, это новый автомобиль Если за ним хоть как-то, хоть как-то следили Мы видели машины с пробегом 40 тысяч С пробегом 80 тысяч Сука, на коленях Что технически, что вот в салоне, что по кузову Просто кончены Я видел машины с пробегом 5 тысяч Которые уже морду собрали, потому что она была бита Или вы думаете, машины с маленьким пробегом не попадают в ДТП Здесь не смотрите на пробег Не смотрите на год Если у вас дофига денег, смотрите на годы, на пробег Но те люди, которые меня смотрят Большинство из вас, люди обычные, простые Такие, как и я У которых там, ну, нету столько денег Что ты берешь лопаты, их выкидываешь в сок То есть смотрите прежде всего На состояние Состояние машины Это очень, очень, повторюсь, очень важно Состояние В первую очередь Очень много из вас попадают на чем? На том, что цена чуть ниже рынка Автомобиль свежий И нарисованный на одометре Маленький пробег То, что я вам в начале видео заливал 150 тысяч Та не бывает А8 Не бывает, их не продают Дизелей 4.2 бенз бывает Да, но они нахрен никому не нужны Но машина 2008 года Это машины, на которых люди ездят И вы скажете Да брат, 423 тысячи Ты что, больной Это конченое уже ведро с гайками Нет На этой машине абсолютно все технически исправно Да, есть моменты Да, есть вопросы Кому интересно Вот зайдите в инстаграм Автосейл ТВ А8 Хэштег Посмотрите Все, что по этой машине происходит Я все выкладываю Кто еще не подписался в инсту Давайте подпишитесь Пневма Ребят Оригинальная пневма То есть Предыдущий человек Просто поставил новую пневму Просто новую оригинальную пневму На секундочку Один баллон там обходится Там в районе 30 тысяч 36 тысяч гривен Одна пневмостойка Новая Вот как отличить пневму Вот я вам сейчас покажу тоже Для кого кто в курсе Кто не в курсе Будет знать Заходим в кар Поставляем лифт Нажимаем Она сейчас поднимается Я выйду Видите Значок Ауди Фольксваген 4Е Кузов Так же само в круг Вот так вот выглядит Оригинальная пневма Вот Со значком Ауди Фольксваген Все как положено Очень часто Когда перебирают Пневмоблоны Меняют рукава Там вот этот уже Сам кожух Металлический Как колба защитная Которая защищает Пневмоблон Она уже не будет С этим значком Если даже вы приклеите То оно все равно Будет видно Что это не родное Ребят 3 литра дизель Что такое Это я не рекламирую Свою машину Не пытаюсь ее кому-то продать Я ее вообще не продаю Может когда-то буду продавать Но не скоро Потому что я замену Замену я знаю Какую я буду брать Я буду брать новую 8 Вот Но то что я хочу Денис Рем такую взял У нас она стоит 50 Ну понятно Бушная Вот Эта машина Там 14 года Я хочу Либо 3 литра дизель Либо 4.2 В8 дизель Вот Только дизель Никаких бензинов К чему это все К чему это все Блядь Что-то хотел сказать Саня вылетела Из головы А Я не пытаюсь ее никому продать Я просто Объясняю Чтобы вы начинали мыслить Мыслить шире Смотреть на вещи глубже У меня есть клиенты У меня есть клиенты Которые ездят на Туарегах У которых пробег 600-800 тысяч И все хорошо То есть эти моторы Это действительно Классные Чугунные Надежные двигатели Да Хорошая солярка Это понятно Но сейчас не об этом Сейчас о пробеге Ребят Не смотрите На пробег Да смотрите Но В первую очередь Обращайте внимание На общее состояние Автомобиля На общее состояние Автомобиля Все мои клиенты До единого Которые ездили На вот этой машине Моей А8 И они видели Это состояние Они до единого Все говорят Ну я не говорил Какой пробег Потом понятно Я всем показывал Говорил Ну 1100 Ну 1150 Ну максимум 201 Один назвал человек Который услышал Что это 3 литра дизель И он понимает Что на дизелях Народ ездит Не просто берут Дизельные машины Обращайте внимание На состояние Как видите Я себе взял Не потому Чтобы Как-то Вас подбить Ну я себе взял С большим пробегом Теперь можно подбирать Машины с большим пробегом И не париться Клиентам Я не для этого Это взял Я всегда смотрю На вещи по другому Я смотрю В комплексе Я пытаюсь Вас этому научить Там Макер Механик Тоже снимал Показывал А8 Ауди С пробегом В районе 400 Как у меня Конченую машину Тоже Вот типа Вот с таким пробегом Она уже конченая Два варианта Либо там не 400 А 800 Либо просто Хотя я видел Машины с пробегом 800 Которые тоже Хорошо сохранены Либо просто Ее кончали Поэтому не обязательно Показывать пробег 400 И конченую машину Можно показать Пробег 100 И конченую машину Я кстати Обязательно Вам хочу показать Машину с пробегом До 100 Которая Мать ее Конченая И я возьму Эту машину И вам покажу Я правда не знаю Какую я из них Покажу вам Но поверьте Таких очень много Ездит Машины Которые там Которым год-два Но они просто Конченые Вот Пожалуй Наверное все Я надеюсь Этим видео Чем-то я вас научил Как минимум Тем что Нужно смотреть На вещи шире Обращать внимание На все В комплексе Не надо Делать Идолов Поклонение Пробегу Году И цене Запомните Хорошая машина Всегда будет стоить Денег За дешево Никто вам не отдаст Хорошую машину Что такое пробег Это фикция Если автомобиль целый Если он не крашеный Если все делалось По регламенту Как это у меня происходит Запчасти ставятся Только оригинал Никаких вопросов Технически То иногда Машина с пробегом 400 Лучше чем машина С пробегом 200 Разница только в цифрах Много машин Видел с пробегом 400 Лучше чем машины Многие с пробегом До 100 Во всех смыслах И технически И по кузову Во всех смыслах Поэтому Поделитесь этим видео С теми людьми У вас их таких полно Которые все равно Говорят Я вот с пробегом 80 взял Хорошую машину А по факту 180 Или я нашел Вот 3 литра дизель С пробегом 150 А по факту 550 Вот поделитесь С такими Пускай они тоже Посмотрят И Ну Что-то для себя Возьмут Какой-то урок Полезный Потому что Обманывают Везде один обман Очень мало Честности Порядочности А я честный человек И порядочный Я не хотел показывать Я год Езжу на этой машине Я не хотел показывать Вам этот пробег Я хотел это все сделать В отзыве Владельца Но Не выдержал Решил Показал Я горжусь Что он такой Я горжусь Что он честный И вот такое вот Состояние машины И наблюдайте Да Эта машина не продается Эта машина у меня будет Долго и нудно ездить У меня в планах Вообще накатать лям Я никогда в жизни Не наезжал миллион У меня не было автомобиля На котором бы я увидел Вот цифра миллион На этой я хочу это сделать Мне она приятная И кайфовая И я не знаю Что помешает Это сделать Но В планах Я очень это планирую И хочу сделать Поэтому ставьте лайк Подписывайтесь на канал И да И спасибо вам Те которые написали Люди типа Молова не снимай Больше одной рукой Не держись за руль Видите Слушаюсь вас Но не всегда Буду иногда снимать Просто Вот в этом случае Стал Чтобы вот рассказать На месте Чтобы вы не переживали Что я езжу С одной рукой По Киеву Вот Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Напишите В комментариях Какие темы затронуть Пробег затронул Как видите Это не основа Да Это критический момент При покупке автомобиля Но это не основополагающий Пункт Выбора Поэтому Пока-пока Лайк С вас Подписка И до новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok